Вы знаете, когда я готовил эту проповедь, у меня были очень большие сомнения, какие-то внутренние колебания, что на правильном ли я пути, правильно ли я это делаю, и Господь Бог ли положил мне на разум эти размышления, потому что, вы знаете, вроде бы шли какие-то размышления на определенные стихами, но как только я садился и что-нибудь записать, сразу же возникали какие-то проблемы, которые меня отрывали от этого. И у меня закрадывались такие сомнения, думаю, может быть, Богу это не угодно, чтобы я эту проповедь готовил. Думаю, или может быть, дьявол не дает мне подготовиться к этой проповеди. И, знаете, вот такие внутренние какие-то переживания были, плотно последние, как говорится, минуты, пока я готовил эту проповедь. Слава Богу, Господь увидел мои переживания, и через брата Петра Он мне ответил. И утвердил меня в том, что именно Господь Бог мне положил размышления и подготовиться к этой проповеди. А то, что у меня были какие-то проблемы, это именно дьявол мешал мне подготовиться к проповеди. И вы сейчас это поймете. Сегодня я бы хотел с вами поразмышлять с вами о том, кто часто становится камнем преткновения на пути грешника к Богу. Я с вами хотел бы продолжить размышления над тем, кто такой дьявол. Вы посмотрите, как чудо Господь предусмотрел. Я брата Петра вижу первый раз в жизни. Я даже лично еще с ним не знаком, если честно. Но Господь Бог предусмотрел так, что самерики человека привел сюда, в нашу церковь, положил другому человеку размышления над одной и той же темой, и предусмотрел, чтобы это было в одном служении. Вы знаете, есть такое мнение, что если в Библии где-то говорится три раза о чем-нибудь, на какую-то тему три раза и более, над этим надо очень легко размышлять. Потому что Господь, если несколько раз повторяет в Писании какую-то тему, она очень важна для нас. А тут неоднократно говорится в Писании о дьяволе. Все евангелисты говорят о дьяволе, и Господь так чудно предусмотрел сегодняшнее служение, поэтому я просто умоляю вас, задумайтесь над этой темой глубже. Итак, продолжим размышления о дьяволе, кто он такой и насколько он опасен в нашей жизни. Вы знаете, те, кто служил в армии, они знают, что в армии есть такая дисциплина изучения сил вероятного противника. Это очень важная тема для военнослужащих, потому что военнослужащие должны знать своего противника, как говорят в лицо, да, они должны знать, насколько он силен, какое у него вооружение и так далее. Потому что если недооценивать противника, это может быть очень чревато. Вы посмотрите, сколько проиграна Боинг именно из-за этого, из-за недооценки сил противника. Вы посмотрите, сколько проигранных различных спортивных состязаний, игр, именно из-за недооценки сил противника. Когда человек недооценивает своего противника и встречает очень сильное сопротивление, то он теряется просто. Он не знает, что в этой ситуации делать, потому что он рассчитывал, что будет все гораздо проще, все гораздо легче. И мы, к сожалению, очень часто недооцениваем нашего противника, дьявола. В миру постоянно современное телевидение твердит нам о том, что это такой полукомичный персонаж, и в принципе человек, когда хочет, он всегда его с легкостью побеждает. Либо что это вообще мифический персонаж, и к нему серьезно вообще не стоит относиться. Но дьявол реальный, и он хочет, чтобы мы к нему серьезно не относились, чтобы меньше соправлять с его выловками. Так кто же такой дьявол? Дьявол это существо, о котором нам неоднократно рассказывает Слово Божие. Дьявол называется также сатановой, что значит противник Бога, враг Бога и его народа. Дьявол это падший ангел, которого Бог свет с неба. За то, что он возгордился, желая быть таким же, как Бог. Он был самым величественным и прекрасным ангелом до своего восстания против Божьего правления. Он был совершенен во всем. Давайте зачитаем с вами книгу пророка Иезекииля, 28 глава, с 13 по 15 стихи. Книга пророка Иезекииля, 28 глава, с 13 по 15 стихи. Ты находился в Ведеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризалит, поникс, яспись, сапфир, карбунгул и изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным хирургимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершенно был в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Этот ангел был первым среди осеняющих хирургимов. Он находился рядом с великим форцом. Заметьте, что дьявол, он не сразу стал противником Бога, которым сейчас является. Он сначала был эталоном совершенства. Он был полон мудрости и венец красоты. У него было все необходимое. Он находился в саду Божьем и в одежде украшенными драгоценными камнями. Он был поставлен Богом, чтобы осенять. Этот глагол означает в некоторых местах Библии особое воздействие на человека, творящий и оберегающий силы Господа. Понимаете? Творящий и оберегающий силы Господа. Он был совершен во всем до тех пор, пока не замыслил в беззаконии, за что и был свергнут. Грех впервые зародился в том, кто был избран Богом и кто в своем могуществе и славе стоял выше других ангелов. Сатана, обращенный своим высоким положением, которое занимал, страстно желал стать равным Богу. Давайте сочетаем с вами книгу пророка Исаии. 14 глава с 11 по 14 стихи. Исаия, 14 глава с 11 по 14 стихи. В преисподнюю неизверженно гордыня твоя, со всем шумом твоим, под тобою постелается череп и череп и покров твой. Ты, как упал ты с неба, денется сын зали, разбился о землю, попиравшим народу. А говорил сердце со мной, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в соме богов на крылью севера. Взойду на высоты, облачные, буду подобен Всевышнему. Иисус в Новом Завете поясняет, что здесь речь идет именно о сатане. В Евангелии от Луки, в 10 главе 18 стихе написано. Он же сказал им, я видел сатану, спавшего с неба, как молнию. А в откровении, в 12 главе 9 стихе это повторяется. И незвежим был великий дракон, древний дмит, называемый дьяволом и сатаной, обращающий всю вселенную. Незвежим на землю, и ангелы его незвежимы с ним. Дьявол, он не равен богу по силам. Бог допускает, чтобы сатана был на земле на дня суда, когда он будет предан вечному наказанию за свои злодеяния. И тот, кто встал на его сторону, это тоже другие падшие ангелы и люди, которые не примирились с Богом во время их земной жизни. Дьявол старается причинять вред людям и ввести нас в грех, чтобы мы в результате своих действий тоже начали враждовать с Богом, чтобы мы противились Богу. Посмотрите, первая книга Паралепименона, 21 глава, 1 стих. «И восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать счисление израильтян». И Давид пошел и сделал перепись населения. Хотя Богу это было неугодно, как записано в этой же главе, в 7 стихе. «И неугодно было в отчах Божьих дело сие». И он поразил Израиля. «Сатане, в первую очередь, очень важно то, чтобы мы начали противиться Богу. Чтобы мы поступали не по воле Божьей. Чтобы мы своим поведением, своими поступками расстраивали Бога. Чтобы мы отдалялись от Господа. Потому что, когда мы с Богом, мы имеем такую защиту, что сатана не в силах разрушить эту защиту и не в силах навредить нам. Дьявол не может сделать больше, чем ему позволено Богом. Книга пророка Захарии, 3 глава, 1-2 стих. Захария, 3 глава, 1-2 стих. «И показал Он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и Сатану, стоящего по правую руку Его, чтобы противодействовать Ему. И сказал Господь Сатане, «Господь, да запретит тебе, Сатана, да запретит тебе, Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, истогнутая из огня? Здесь из этих стихов мы видим, что Господь может запрещать Сатане». Сатана, как правило, пристает нам не в каком-то страшном таком обличии, потому что если бы он пристал в том виде, какой он есть, и предложил бы, допустим, пошли со мной, или навозьми то или иное, никто бы не пошел с ним и не взял ничего, потому что было бы страшно. Сатана больше нам представляется в виде змея-обольстителя, в виде лжеца. Вспомните, как он хитростью уговорил Еву съесть плод от запретного древа. Потом также через нее вел в грехе Адама. В Евангелии от Иоанна написано, что дьявол является отцом лжи. Он всегда и всех хочет обмануть. Иисус говорит людям, которые не верят в Него. Это написано в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Евангелии от Иоанна, 8, 44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, потому что нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, потому что он лжец, и отец лжи. Библия показывает нам дьявола, как жестокого лживого противника, который стремится разрушить все хорошее, противостоя Богу. Но думать, что он глуп, и с ним легко справиться, это большое заблуждение. Ведь как отец всех желудцов и атеристов, дьявол изошвен в искусстве обмана. Он ведет нас в заблуждение так, что мы даже этого не заметим. Вы знаете, у фокусников есть такие изощренные фокусы, что смотришь и не понимаешь абсолютно, как это возможно вообще сделать. Я когда был неверующим человеком, я очень любил фокусы. У меня была прям такая толстая книга фокусов. Я многим из них пытался научиться. И вы знаете, есть такие фокусы, что даже если несколько человек одновременно, вместе, будут следить за руками фокусника, они не увидят, в чем обман. Потому что есть такие фокусы, которые заключаются не в лодкости рук, а в воздействии на разу. И каждый фокус, по сути, это обман. И профессионалы его делают настолько искусно, что обыденному человеку это не видно и непонятно, как это происходит. Потому что они обмануты еще до начала показа. И что самое странное, так это то, что нам нравится, как нас обманывают. Мы говорим, вчера такой хороший фокус видел, такой интересный, мне так понравилось. А по сути мы говорим, меня вчера обманули, и мне так понравилось, как меня обманули. Дьявол сделал так, что людям нравится обманывать и нравится быть обманутыми. Несмотря на заповедь, Нил же свидетельствует. Не говори лжи, не ври, не обмануй. Дьявол, как великий фокусник, настолько искусно применяет свои локти, что человек, не видя этой западни, идет за дьяволом. Дьявол может даже принимать вид ангела света, выдавая зло за добро. Второе послание к Олимпинам 11, глава 14 стих. Второе к Олимпинам 11, 14. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Посмотрите, сколько в нашем мире сейчас людей гибнет от алкоголя и наркомании. И ведь дьявол никогда не скажет наркоману, что наркотик — это его смерть. Наоборот, он скажет, на, попробуй. Всего разок. Не бойся. Если тебе не понравится, тебе заставлять больше никто не будет. С одного раза ничего не будет, не привыкнешь. На, попробуй. Бесплатно. И вот это вот слово «бесплатно» для многих людей... Многие люди делают роковую ошибку. Они попадаются на это слово «бесплатно». Любой начинающий алкоголик скажет, что у меня нет зависимости. И я так, для настроения, за компанию где-то там выпиваю, что я в любое время могу сказать «нет». Но дьявол, как искусный обманщик, скрывает истинную картину, которая ждет людей, втянувшихся в алкоголь и наркоманию. Он скрывает последствия употребления наркотиков и алкоголем. И это несмотря на то, что в Писании, в первом послании Коринфянам, в шестой главе, в десятом стихе, записано, что пьяницы Царствие Небесное не наследуют. Господь говорит, что пьяницы не войнут в Царствие Небесное. А дьявол говорит, ничего страшного. Ну какой ты пьяница? Все нормально, никого не слышат. И, как правило, пьяница не признает того, что у него есть зависимость. А те, кто, опустившись до самого низа, вы думаете, они не задумываются, вот те люди, которые опустились, уже, как говорят, ниже некуда. Вы думаете, они не задумываются над тем, как с этим покосятся? Задумываются. Но на тот момент, когда они начинают задумываться, дьявол вносит свои коррективы. Он вносит в их разум мысль о самоубийстве. Понимаете? Что вы покосятся со всем этим, у них не возникает мысли обратиться к Богу. Прийти в церковь и покаяться. У них только возникает мысль наложить на себя руки. Потому что дьявол их не отпускает. Посмотрите, сколько преступлений самоубийств происходит в пьяном угаре и под воздействием наркотика. Если от всех происходящих смертей убрать те, в которых каким-либо образом замешаны алкоголь или наркотики, наверное, останется процентов 10. Если инакамам погибнет, так пьяный на машине разобьется. А не сам разобьется, так собьет кого-то наспех. В Библии неоднократно упоминается о дьяволе, как о князе мира сего. Насколько дьявол затянул этот мир в паутину греха. Я бы даже сказал, что он, как огромный паук, раскинул вот эту свою огромную сеть, и в ловушку которого попало множество людей. И он их вот, знаете, как паук, отпутывает своей паутиной потихоньку своей жертвой. И вырвать из этой паутины может только Господь Бог. Дьявола также называют пукавом. Посмотрите, как умело дьявол меняет людям грех при любодеянии. Иисус Христов в Евангелии от Матфея в 5 главе 28 стихе говорит, «А я говорю вам, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует в сердце своё. Иисус говорит, что даже помыслив, посмотрев с вожделением на женщину, или там, женщину на мужчину, уже мы прелюбодействуем. А лукавый противовес этой заповеди внушает необходимость и выгоду гражданского брака. Сатана говорит, поживите вместе, посмотрите, подходите ли вы друг к другу или нет. Вас никто ничего не устраивает, не устроит, разойдётесь в правую сторону. Зато не будете портить паспорт личными вот этими штейперами о разводе. Но он скрывает самое главное, что это грех, что это самое, что ни на есть прелюбодействие. Это осознанное и преднамеренное нарушение заповедей Господа, Бога нашего. И ладно, молодёжь, так ведь и пожилые люди не понимают этого. Им говорят, что это грех, а они тебе в ответ, да пусть лучше так, чем потом разведутся. Они не понимают, что гневят Бога своими поступками, своим образом жизни, даже мыслями своими. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 13 глава, в 13 стихе записал. А теперь пребывают сие три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Понимаете, любовь между нами самое главное. Но дьявол и здесь внёт свою коллективу, гражданский брат. И этим он разрушает истинную любовь. Настоящей любви, которой хочет от нас Бог, не в которой мы привыкли, а именно той, которой хочет от нас Бог, её не может быть там, где люди живут в грехе. И ведь это всем нравится, всем устраивает. У них сейчас ценности настоящей любви. С этой сошёлся характером, с другой сожительствуешь. Сейчас это просто. Люди хотят жить вроде бы как с Богом, но при этом делать то, что им нравится. с теми удовольствиями, которые придуманы для них дьявол. Насколько можно ходить в белой одежде по болоту и не спачкать белых носков? Будьте внимательны. Не пробуйте, не втягивайтесь в греховные дела. Идя по болоту, когда-никогда вы можете оступиться, а болото имеет свойство затягивать. И оно может затянуть так, что невозможно будет оттуда выбраться. Господь создал женщину для мужчин и сказал, плодитесь и размножайтесь. Но дьявол вносит свою коррективу на полный брак. Так еще им и детей сейчас в некоторых странах Европы разрешают устанавливать. Понимаете, сатана ломает психику людей. Как объяснить ребенку, что у него два папы и нет одного мамы? О какой настоящей любви можно говорить? Вы только задумайтесь, сколько хитрых уловок приготовил нам дьявол. Их сотни, тысячи, миллионы. Мы просто их не видим. Если глубже посмотреть на нашу жизнь, вы начнете размышлять, вы увидите еще много и много. Если больше во все эти грязные грехи втягивается именно молодежь. Посмотрите, как у нас в церкви мало молодежи. В миру погибающей молодежи во много раз больше. А почему? Почему дьявол нацеливает не именно на молодежь? Потому что молодежь это наше будущее. И как Анатолий Павлович на конференции сказал, что молодежь, которых сейчас у нас церкви это наше настоящее. Я с этим абсолютно согласен. И если не развивать, если не уделять должного внимания настоящему, у нас нет будущего. дьявол не заинтересован чтобы в христианской церкви было будущее. Это, к сожалению, очень прискорбно. И мы об этом мало задумываемся. Также не задумываемся те люди, которые только-только начинают пробовать легкие наркоти 50 грамм перед ужином, после тяжелой работы, или не откажутся в удовольствии в легком пиве. Никто над этим не задумывался, потому что дьявол затеняет наш разум. Поэтому нам нужно быть очень внимательными. Люди даже общаться нормально перестали. Сколько сквернословий вокруг. У некоторых если убрать на фершину язык разговорной речи, то они вообще не смогут ничего говорить. Они, как они объясняют для связки слов. У них уже столько это связки слов, что уже связок это нечего, а не связки. Люди стали какие-то злые, постоянно ругаются. И в этом тоже есть заслуга дьявола. Евангелие от Патфея 5 глава 22 стих. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака подлежит Синедриону, а кто скажет безумный подлежит деянию Одину. Иисус говорит, что кто обзовет своего брата, кто скажет ему рака, это было такое оскорбление, которое обозначает пустой человек, тот подлежит верховному судилищу, того, кого должны судить. А если ему кто-то скажет безумный, тот вообще подлежит уничтожению, как говорят без суда и спец, он подлежит деянию огненной. А что делает дьявол? А дьявол делает так, что люди над этим не обижаются на эти оскорбления. И такое обзывательство, как безумный, за которое человек подлежит деяние огненной, в сегодняшние дни, это, пожалуй, самое безобидное обзывательство, которое может получиться ваше. У некоторых это даже комплимент. Дурачок ты мой, глупенькая моя, как мило, в кавычках. Вы понимаете, как мудро дьявол работает в нашем разуме? Как он закрывает разум людей от истины? Второе послание Коринфянам, 4 глава, 3-4 стихи. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 3-4 стихи. Если же не закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог в веках этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования, а славе Христа, который есть образ Бога невидимого. И если эти греховные дела явны, и многие люди это видят и задумываются над своим образом жизни, то есть такие, на которые мы вообще никогда никакого внимания не обращаем. вот есть в жизни везучие люди, как мы говорим. Мы говорим, мне вчера так повезло, искал себе обувь, весь город отказал, ничего не мог найти, тут зашел в один магазин, мало того, что последнюю обувь забрал моего размера, еще и со скидкой 50%. или например, кто-то в какую-то очень страшную аварию попал и чудом вышел, чудом остался живым. По логике вещей он должен был погибнуть, а он живой. И люди при этом говорят, вот повезло, просто в рубашке родился. Вот скажите, разве плохое слово повезло? Ведь это же низкое насловие, не хамское слово, это не оскорбление, это нормальное слово. Но посмотрите, как искусно дьявол этим безобидным словом повезло, заменяя славу Божию. Вернемся ко второму посланию к Коринфянам 4 глава 4 стих. Ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Ведь это не просто повезло, что человек в аварии выжил. Это Господь Бог уберег его от смерти и огранил его в опасной ситуации. Иван Геон Патфея 10 глава с 29 по 31 стихи. Иван Геон не происходит без воли отца. У него все под контролем, все продумано. Это не случайно вы зашли в магазин и вам так чудно повезло. Это Господь Бог привел, видя вашу нужду, привел вас именно в то место, в тот магазин, где Он для вас предусмотрел обувь. И видя ваше небогатое материальное положение, Он расположил сердце хозяина этого магазина, чтобы Он сделал скидку. Понимаете, Он все предусмотрел для нас. Только люди не замечают этих Божьих благословений, не прославляют имени Его за это, а идут на поводу дьявола и просто говорят «Мне повезут, пофартило, случайность, счастливая случайность». Иногда даже встречаешь такое, что когда спрашиваешь «Как дела?» Я отвечаю «Фут-фут-фут-фут-фут» «Слава Богу, все нормально». Так ты определись, ты с Богом или с дьяволом или с этим совсем «Фут-фут-фут-фут» «Фут-фут-фут-фут-фут» Невозможно верить в приметы и в Бог одновременно. Я уже как-то говорил об этом, что сердце человека оно небезразмерно. И чем больше вы верите во все различные приметы, которых в нашем народе тысячи, В Евангелии от Матфея, 6 глава, 24 стих. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоним. Служите только Господу Богу нашему. Господь не находит никакого удовольствия в вынужденном служении. Он добрует каждому свободу выбора, чтобы люди могли добровольно служить Ему, и никто никого не заставляет и селком в церковь не тащит. Насильно мин не будешь, как говорят. Это ваш свободный выбор служить Богу или дьяволу. Но будьте очень внимательны, делая свой выбор. Обратите внимание, что дьявол поступал даже Иисусу Христу для искушения. Я повторю сегодня, уже говорили все эти стихи, но я их повторю. Евангелие от Луки, 4 глава, но я зачитаю только 1-2 стихи. «И Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там в 40 дней Он был искушаем от дьявола, и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок залкал». Посмотрите, здесь говорится о том, что дьявол искушал Иисуса. Он что, не знал, кто такой Иисус? Он что, не знал, что это Сын Бога, что это одна из трех личностей Триединого Бога? Он прекрасно это знал. Но это его не остановило. Он прекрасно понимал, что у него ничего не получится, что у него шансов ноль. Но он все же не упустил возможности в попытке искусить Иисуса Христа. И если он даже к Иисусу поступал, то что говорить о нас, обыкновенных людях? Дьявол использует каждый момент, каждую минуту, каждую секунду. Посмотрите, ведь кроме Иисуса Христа и дьявола, других свидетелей, их раздовора не было, из живущих на земле. И по большому счету, можно было это место Писания вообще опустить. И ничего об этом не говорить. Ведь у дьявола, по большому счету, все равно ничего не получилось. Но Господь включил это событие в Библию, обратив наше внимание на то, что дьявол не останавливается ни перед кем, ни перед чем. Что он может очень искусно поступать, цитируя Писание, но искажая истину написанного. Или делая упор на другие слова, которые меняется смысл написанного. И посмотрите, какое сегодня разнообразие вероисповеданий. И большинство религий именно в этом и заблуждается, в неправильном толковании Писания. Евангелие от Марка, 13 глава, 21-22 стихи. Евангелие от Марка, 13 глава, 21-22. «Тогда если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут же Христы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прести, если возможно, и избранных». Здесь говорится о том, что будет множество лжепророков, которые будут творить и чудеса, и знамения, дабы попробовать ввести в заблуждение даже избранных Богом людей. В современном мире столько насилия, столько разврата, столько самых разнообразных преступлений, народ просто утопает в своих грехах. И многие из тех, кто хочет быть в числе спасенных, идут в церкви. Только многие попадают вот таким вот лжехристам, лжепророкам. Поклоняются идолам и так далее. Погибающий мир стал главной побудительной причиной прихода Иисуса в этот мир. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Но Он не только намерен уничтожить дела дьявола, Он намерен уничтожить и самого дьявола. В послании к евреям, 2 глава, 14 стих, записано. А как дети причастны к флоте и крови, то и Он так же воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Некоторые думают, что Бог и дьявол, они постоянно воюют, и никто никого никак не победит. Сатана сотворен, и его природа сверхчеловеческая, но не божественная. Он обладает большими знаниями, огромной силой, но Он не всемогущий. Он имеет ровно столько силы, сколько позволяет ему иметь Бог. Сатану следует воспринимать серьезно, потому что коварство и хитрость делают его настолько опасным. Но не нужно вдаваться в крайности и впадать в ужас перед ним. Господь Иисус Христос победил сатану, и все, кто с Христом, находятся под Его покровительством и защитой. В своем послании к римлянам 8 глава 38-39 стих записано. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей. Во Христе Иисусе Господе нашем нам крайне необходимо держаться за Иисуса Христа. Верить Ему, любить Ему всегда. Ходить в церковь всегда, а не только, когда у нас какие-либо проблемы возникают, когда нам плохо. Или, как говорят, от проблем к проблеме. Или только на причастие. Ходить нужно в церковь всегда, держаться за Иисуса Христа обеими руками. Слово Божье нам поясняет, что произойдет с теми, кто удаляется от Бога и становится союзником Его противника дьявола. Объясняя своим ученикам смысл крыща пшеницы и плевелов, Иисус явно дает нам понять, какая судьба ожидает упрямок нечестивца. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 38 по 42 стихи. Поле есть мир, доброе семя, это сыны царствия, а плевелы, сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнесы суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческих ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. И вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Везде говорится о том, что все злое будет истреблено, погибнет. И если сейчас не происходит этого, то сейчас происходит задержка в окончательном устремлении зла, то это происходит не из-за безразвищения Бога, а из-за его недолготепеливой любви к нам, людям. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. 2 Петра, 3, 9. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то и мнение, но долготерпит нас и желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Все те, которые на протяжении всех времен оказались вовлеченными в этот великий мятеж, направленный против правления Бога, независимо от того, кто они, ангелы или люди в конце концов, они погибнут, будут брошены в гиену огненную. Избежать этой участи смогут только те, кто примет дар спасения от Иисуса Христа, только те, кто покаятся в своих грехах. Сатана только ищет момента лишить нас благословения Божьего. Его самое страстное желание – это лишить душу малейшего луча надежды и света. Меня успокаивает лишь тот факт, что Библия является также пророческой книгой, и в ней предсказана судьба дьявола. Книга Откровения, 20 глава, 10 стих. А дьявол, превещавший их, держим в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Дьявол – это очень опасный и мудрый противник. Его нельзя недооценивать. И Господь Бог знал, что мы своими силами не в состоянии будем справиться с этим противником. Он знал, как тяжело будет обыкновенному человеку в искушении перед дьяволом. Потому что Иисус сам был искушаем от дьявола, как мы уже с вами засчитали чуть ранее. И поэтому, когда народ подошел к Иисусу и попросил «Научи нас молиться!» Иисус в такой краткой, но емкой молитве «Отче нас!» указал на то, чтобы мы просили Отца Небесного от избавления от лукавого и искушения, то есть от дьявола. Евангелие от Матфея, 6 глава, 13 стих. Евангелие от Матфея, 6, 13. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава веки. Аминь». Так, что же нам делать? Нам нужно просить Господа, Бога нашего, от избавления от лукавого. Только Бог может избавить нас от дьявола и его уловов, и запретить ему, приближаться к нам. Мы сами, своими усилиями, не сможем противостоять ему. В заключении я хочу попросить всех встать, и я закончу свою проповедь с наставлением, которое нам дает Господь Бог, которое записано в Первом Послании Петра, 5 главе, 6 по 11 стихи. «Итак, сберитесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте Ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Боже, всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою, во Христе Иисусе, Сам по кратковременному страданиям вашим совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь».